Со слов Берешит, Барай, Луким, Эташамам, Вайтарец Вначале сотворил Бог, небо, небеса и землю Помните же, да? Прямо самое начало Теперь пишет там комментарий, первый комментарий Раши Он пишет там так Значит, он пишет так Надо было начать, значит, начать Тору с главы, с другой Со слов Месяц это для вас начало месяцев, да? Ходыш азе лахэм роша хадашим Этот месяц для вас начало месяцев И где эти слова сказаны в Торе? В нашей недельной главе То есть, говорит Раши, надо было Тору начинать Устная Тора говорит, надо было вообще начинать Тору с вот этой главы Почему? Во всей книге Берешит В ней вообще Тора, Тора, слово Тора переводится как учение И Ора, Ора, это инструкция Тоже вот, например, Ораот Шамуш на таблетках написано Как бы инструкция по применению Теперь в Торе есть 613 заповедей Это действия, которые надо делать, потому что Бог сказал Это делай, да? А это не делай То есть, это 613 таких ключевых элементов Еще знаете, что интересно? Это очень интересно тоже Тора, само слово Тора В ней 611, числовое значение слова Тора 611 А в Торе 613 заповедей А числовое значение слова Тора 611 И первый отрывок, который мучает ребенка Вот отец должен своему сыну Он говорит ему и мать, и отец Чтобы первое слово Он еще лежит в колясочке Чтобы Всевышний сохранил всех И чтобы все эти взрывы Они не принесли никому вреда Чтобы только было на пользу Потому что, если никто не погибнет И все будет хорошо То потом построят все новое Прекрасное Я, например, очень верю Что вот Ну, война по-любому закончится И Украина будет Одна из самых передовых стран в мире Как Южная Корея То есть, мне вся эта ситуация Сейчас очень напоминает ситуацию Между Южной и Северной Кореей Когда они, значит Это была война между Советским Союзом И Америкой, да? И в итоге они остановились на 38-й параллели И Северная Корея стала таким Ну, Северная Корея, да? Вообще, кто знает Закрыта какая-то страна А Южная Корея Одна из самых передовых стран в мире Вот я думаю, что вот так и будет Один из возможных вариантов, да? Но сейчас мы молимся Чтобы никто не пострадал Чтобы, дай бог Чтобы все остались живы А ракеты Когда-то Когда-то Когда была война в Персидском заливе То Ирак Сбросил на Израиль Не сбросил Стрельнул на Израиль 39 скадов Скады Это вот эти огромные Крылатые ракеты Скады Которые сейчас летят Значит На Украину Вот эти скады Крылатые ракеты По-моему Я не помню 5000 килограмм Она весит Ну, то есть Огромные И ни один человек Не пострадал Вот 39 ракет этих Они прям взорвались В Израиле Упали Взорвались Все И ни одного Подибшего не было Да А что потом было Со злодеями С Адама Хусейна Который считался Вообще просто У них там Обожествляли его Он считался у них Как бог Значит Его как фараона Поймали И повесили Его повесили Вот вообще Это тоже очень интересная История Да Ирак Который был Страной Они себя считали Перед его Они воевали Война между Ираком И Ираном Длилась Ну, точно больше Десяти лет Они воевали В общем И ничего не осталось Все злодеи Подибнут Нам Всевышний обещал Все злодеи Будут разрушены Подибнут Все Теперь давайте Вернемся к Торе Значит Вернемся К Тора Это 611 611 611 Заповедей Передал Машер Абейну И две заповеди Слышал весь И вредстве народ Угори Сина Я бог твой Который вывел Тебя из земли Дивицкой И не будет у тебя Других богов Получается Всего 613 заповедей Тора Передал нам Моше 611 Передал нам Моше А две Слышал весь И вредстве народ Вот так Это интересные Цифровые значения Теперь Во всей книге Берейшит Всего Три Заповеди Всего Лишь Три Заповеди Первая Заповедь Это была Заповедь Про Урву Плодитесь Размножайтесь И населяйте Землю Это бог Бог дал Заповедь Адам На восьмой день Программист Выполняет Эту странную Заповедь И вспоминает Что я Выполняю Заповедь Всевышнего Которую Потому что Получили Потому что Яков Боролся с И победил Значит Все Выполнил Заповедь Значит Оп Его Подняло На следующий Уровень А кто Там Может Сказать Не Я не понимаю Я не буду Ну не будешь Не надо Значит Выключай Компьютер До свидания Все Теперь значит Глава Бог В ней 20 заповедей В этой главе 20 заповедей В основном Они связаны Все с Песохом Мы вчера Их пропустили Потому что Кому надо Будет их учить 30 дней Перед Песохом Учит Аллахот Песох Вот эти все Нужно будет учить Конкретно Подробно 30 дней Перед праздником Песох Для того Чтобы Пройти Есть же еще Заповеди Которые работают Только в определенное Время То есть Открылось окно Возможности Закрылось окно Возможности Открылось окно Возможности Закрылось И вот каждый год В Песох Неделю Открывается Окно возможности Перейти на следующий Духовный уровень Выполняя Определенные Действия И вот Это заповеди Песоха Которые надо Выполнять в Песох Теперь Значит Дальше Мы дошли Сегодня Пятый отрывок В главе Боу Хамишей Вот Значит Читаем И позвал Моше Всех старейшин Израиля И сказал им Мешку Кхулахэм Цон Возьмите Себе Скот Мелкирогат И скот На каждую Семью И значит Принесите В жертву Песох То есть Он сказал Старейшинам Чтобы старейшины Проследили Передали Рассказали Чтобы все Выполнили заповеди И когда Общество Развивается По модели По модели Классической Назовем это так Когда родители Которые родили Своих детей Которые Дожили до возраста Когда детей Пора воспитывать Они Детям Передают Какое-то знание А дети Которые Уважают Своих родителей И благодарны Им за то Что родители Дали им жизнь Дали им вообще Все Ну то есть Жизнь дали Не было бы родителей Не было бы ребенка Не было бы Двух вот этих Вот людей То не было бы Этого тела Да Не было бы ничего И дети Благодарны родителям Они слушают Родители Родители Слушают Старейшин Которые Самые мудрые В народе Это классика И поэтому Маша позвал Старейшин Которым сказал Соберите Теперь всех Всех Которые Под вашим Значит Влиянием И Расскажите им Чтобы взяли Они этого Ягненка Песоха И значит И принестили Жертву Велакахтем Агудат Эзов И возьмете вы Агудат Эзов Такую Специальные Веточки То есть Было Продумано Все до мелочей Почему Когда ты Выполняешь Задание Чьё-то То ты С этим Человеком Соединяешься То есть Ты Соединяешься Через это Задание С тем Чего Задание Ты Выполняешь И Поэтому Вот в этих Всех Заповедях Было Соединение Со Всевышним То есть Они Непонятные Они Странные Но Именно Так И происходит Соединение Со Всевышним Выполнение Заповедей В общем Возьмите Эти веточки И макните В кровь Этого Ягненка Которого Вы зарежете И помажьте Кровью Косети Своих Домов Своих Жилищ Был такой Ну в любом Даже в Даже в В этой Самой В палатке Есть вход И есть Как называются Косети эти Да И значит Помажьте Этой краской Не краской Кровью И В Пасах Пасах Это слово Перескативать Да Вообще Пасах Вот эти Молодия Слова Откуда оно взялось Пасах Это пересказывать И перескативает Бог Через эти Входы И не будет Дано Разрешение Ангелу Уничтожителю Заходить В эти дома Для того Чтобы Навредить Теперь Как происходит Как происходит Событие Какое-то Когда человек Получает Какой-то Вред Как это Происходит Значит Можно сказать Что Случайно Ну типа Случайно Но каждый Знает Что Что Не случайно Бывает Вот Полоса Знаете Как Остров Невезения В отяне Есть Бывает Полоса Не везет Что такое Потом полоса Везет Полоса То есть Мы понимаем Что Откуда-то Оно все Приходит И оно идет Откуда-то Сверху И вот То Откуда оно идет Называется Ангел Это вот Это сила Да Это не то Что Как мы привыкли Кто такой С крылышками Которые С луком Летают Нет Это не ангел Нас обманули В детстве Показали нам Какую-то картинку Сказали Это ангел Ангел Это сила Которая Ее Источник Этой силы В духовном мире Это называется Ангел И эта сила Может принимать Какие-то Формы Как энергия Может принимать Форму материи И так далее Это все ангел И в общем Есть какой-то ангел Который называется Амашхит Который уничтожитель И там Где смазали Дома Ему не надо было заходить Ушмартэм Это даваразе Лехок Лехау Лебанэка Адулам И сохраните Это то Что вот Сейчас мы изучаем Значит Постановлением Себе И твоим сыновьям Навечно Значит Навечно Сейчас мы узнаем Почему Ваяки Тавоу Элярц И будет Когда вы придете В землю Которую Дает вам Бог Как обещал И будете сохранять Все вот это Служение То есть Вот Песах Это Вот эти Семь дней Особенно Лейл Седер Вот эта ночь Которая был исход Из Египта Сохраняется В мельчайших Деталях И Вот это Матса Значит Рассказ Как это было Это именно то Что сохраняется Из поколения В поколение Из поколения В поколение Не значит Без перерыва Я помню Когда Как-то Приехали Мои родители В Израиль Я тогда Только стал Религиозным И мы пошли На Песах На эту ночь Пошли в одну семью Израильтяне Израильтяне Но я Они не говорили На русском Но я специально Взял там Своих родителей Отец Захронулев Раха Значит Чтобы они Побыли В атмосфере Которая не Прерывалась Ни в одно поколение То есть У нас получилось Из-за Советского союза Коммунизма То есть Дедушка Который Учился еще В Хедере Который сидел За пасхальным столом Но он уже Песах для своих детей Не проводил Для моего отца У него был один ребенок И отец не знал Что такое Песах Да Мацу какую-то Передавали Что это за Маца Что за Маца Что за Песах Еврейская Пасха А это Как вот они Значит Кулич едят С яйцами А мы значит Песах С супом Куриным Да Да Вот Прикольно Да А из-за чего Да не важно Ну еврейская Пасха Что из-за чего Кто там знал В Советском Союзе И Была Такая Пасха Такая Пасха В общем мы сейчас узнаем Как было на самом деле И Значит Будете это все сохранять Да Я специально привел К этому В эту семью Потому что Это была семья Коинов Священников Которые передавались Поколение Поколение То есть Его предки Служили в храме Во втором храме В первом храме Тогда еще была Родословная Коинов Все проверялось То есть И тогда мы точно Можем проследить Что его предки Вот этого человека Коины Они были до Аарона Брата Маше Все Коины пошли От Аарона Брата Маше И А Маше был Левит Левиты они пошли От Коленолеви От От Маше Они были Из Коленолеви Но Коины Это более четко Потому что Коины Во всех поколениях Они вот Если вы на Иверейское Кладбище Зайдете И увидите Модилы Где вот Акрути две Нарисованы Они благословляли Народ Коины И они Женились Только на Девственницах И только Вот Можно было им Жениться На девушках Которые не были Замужем И так далее То есть Они очень были Сохраняли Эту традицию Да И мы пошли В такую семью Я говорю Вот Просто Почувствуйте Это не прервалось Ни на одно поколение Этот вот Как оно было Так оно было И рассказывают Родители Детям Дети Своим детям Дети Своим детям Из поколения В поколение Значит И скажите Это жертва Песока Для Бога Ашер Пасах Альбатейб Нейсраэль Который Перескакивал Через дома Сынов Израиля В Египте Бен Акфо Эт Мицраэн Когда он Значит Бил Наказывал Египет В Эт Батэйну Ициль А наши дома Он спас В Этсиль А наши дома Он спас В Эякот Аам В Эштаху В Эштахаву И преклонил Колени Весь народ И все Распластались Ниц Это очень мне Нравится Вот Раньше Евреи тоже Так делали Сейчас это делают Только мусульмане И это действительно Очень Я прям Когда смотрю Я каждый раз Восхищаюсь Вот этот Намаз Когда они делают Когда они становятся На колени И вот так вот Падают Ниц Да То есть они Как бы Преклонить колени Стать на колени Это называется В Эйкот Преклонил колени Народ В Эйштахаву И распластались Вот так вот Когда они вперед Ложатся Это называется В Эйштахаву Это Выражение Физическое выражение Покорности Перед Всевышним И Потом В какой-то момент Евреи Всегда старались Быть отдельно Чтобы видно Кто слушается Равинов Кто не слушается Равинов Кто сохраняет Всю традицию Кто не сохраняет И каждый раз Когда Когда Появлялась Какая-то Секта Какое-то Течение Которая Которая Претендовала На то Что именно Они носители Вот этого Знания Глубинного Торы То те Кто были Настоящие Носители Они говорили Мы сейчас Чуть-чуть Меняем Формат Ну то есть Именно Мудрецы Которые знали Всю Тору И значит В какой-то момент Начали молиться Стоя Амида И убрали Только оставили В Йом-Типур Евреи тоже Так молятся Преклоняют Колено Падают Ниц Это Оставили Только Две Самых Таких Службы Которые Есть Это Роша-Шана И Йом-Типур Вот Молятся Так же Как молились Тогда И преклонял И значит Преклонили Колено Весь народ И Распластались Пали Ниц И пошли И сделали Сыны Израиля Как приказал Бог Моше В Аарон Как Бог Приказал Моше И Аарону Так Они сделали Все Сегодняшний Отрывок Заканчивается И следующий Завтра Будет Кульминация Вот Это Ночь Выход Из Египта Что мы Отсюда Учим Мы Отсюда Учим Очень Важную Основу Основу Служения Связи Со Всевышним Да То есть Все Начинается С того Что ты Что-то Узнаешь Вот Ты узнал Моше Рабейну Получил Пророчество Бог ему Сказал Что надо Сделать Вот так Дальше Моше Рабейну Передает Это Старейшинам И Старейшины У них Есть Выбор Послушать Или Не Послушать Принять Или Не Принять Значит Старейшины Они Говорят Да Мы Верим В Бога И В Моше Авдо И В Моше Его Раба Мы Верим Что Именно Так Бог Нам Сказал Сделать И Начинают Дальше Старейшины Они Говорят Народу Значит Народ Надо Делать Так Народ Делится На две Части Объясняет Малвим Здесь Есть Бне Исраэль Это Колено Леви И Те Которые Соблюдали Заповеди Даже В Египте Были Те Которые Сохраняли Все равно Веру В Бога И Это Называется Бне Исраэль Сыновья Израиля Все Колено Леви Священников И еще Были Некоторые Единицы Теперь И были Ам Народ Народ Который Который Смотрит Куда Значит Средства Массовой Информации Куда Дует Ветер Смотрит Народ Обычно Если В коммунизм Так Они Коммунисты Если Капиталисты Они Капитализм Ну и так Далее Теперь Значит И народ У них Выбор Был И вот Была Очень Удивительная Вещь Что Во Время Казнь Темнотой Очень Много Евреев Умерло В ту ночь Да То есть Всевышний Получается Написано Решае Злодеи Из народа Израиля Они Погибли Те кто Не верили В Бога Не хотели Выходить Из Египта Они Все Умерли Их Похоронили И Это Тоже Было Ну Это Было Очень Сильное Разделение Да Или Ты За Бога Или Не За Бога А Как узнать Ты За Бога Или Верю Любишь Люблю Значит Боишься Боюсь Ну Хорошо Нельзя Значит Кушать Свинину Не 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 Ну Не До Такой Степени Ну Что Это Вообще Ну Что Непонятно Я Вам Сейчас Все Объясню Раньше Не было Холодильников Говорит Такой Человек И Поэтому Свинину Что Свинину Значит Она Портилась Быстро Поэтому Ее Запретили А Я Люблю Свинину Буду Дальше Кушать Ему Говорят Да Нет Тогда Вы Запретили И Говядину И Баранину И Все Причем Не 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 Говядина Баранина Это Другое Да Это Другое Вот Свинина Ее За Холодильником И Второе Потому Что Я ее Люблю То 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 Уже Как бы Вера В Бога И Любовь К Свинине Любовь К Свинине Перевешивает Очень Перевешивает Многих К Свинине Там И К Обсядем Другим Собственным Размышлениям Да Хорошо Значит Поэтому В главе Бог Когда был Исход Из Египта Было Дано 20 Заповедей Конкретно И Те Кто Выполняли Эти Заповеди Те Освободились Вышли Из Египта Получили Тору И Так Далее То Все Идет Через Действия Если Ты Делаешь То Что Бог Сказал Делать Значит Ты С Богом Если Ты Не Делаешь То Ты Значит Можешь Теоретически Ты С Богом Знаете Как Я Очень Люблю Говорить Этим Людям Которые Теоретически С Богом Что Я Теоретически Вегетарианец Я Вот По Убеждениям Я Убежденный Вегетарианец Я Считаю Что Настолько Было бы Классно И Правильно Не Есть Мясо И Настолько Это Вообще И Для Здоровье Лучше Они Такие Легкие Все Эти Вегетарианцы Но Я Сам Мясо Кушаю То есть Я Теоретически Вегетарианец А Фактически Я Мясо Ем Вот Также Есть Люди Верующие В Бога Которые Теоретически Верующие А по Факту Действиями Не Как-то Действуют По Другому Хорошо Все Желаю Всем Хорошего Прекрасного Дня Чтобы Всевышний Чтобы Вот Если Есть у вас Намерение Если вы Молитесь Богу Чтобы Он Вам Открыл Делать Как Делать Как Поступать Как Служить Всевышнему И так Далее То Я Верю Что Всевышний Вам Откроет И Дальше Если Вы Будете Молиться И Просить У Бога Дай Мне Силы Выполнять Твои Заповеди Дай Мне Силы Чтобы Я Вышел На Правильный Путь И Чтобы Не Надо Испытание Не Просите У Бога Испытание Попросите Понимание И силы Это Понимание Выполнить Потому Что Если Человек Не Понимает И При Этом Он Хочет Все Так У Него Сердце Хорошее То Бог Вынужден Иногда Делать Ему Неприятности Чтобы Его Научить Иначе Он Другой Сигнал Не Понимает Так Просите Чтобы Бог С вами Общался Чистым Сигналом Знанием И Чтобы Он Дал Вам Силы Это Знание Выполнять И Будет Тогда Все Отлично И Всевышний Тогда Услышит Ваши Молитвы И Будет У всех Все Хорошо И Наступит Мир Шалом Внутри Шалом С Близкими Очень Важно Шалом С людьми Взаимоотношения С людьми Это Отражение Того Что У вас Внутри И Когда Будет У Каждого Внутри Шалом Мир Доброта То И Отношения Будут Если Он Раша Прям Злодей Злодей Значит Нельзя С ним Даже В хорошем Деле Иметь Общее Ничего Да То Нужно Все Учим Дору Выполняем Заповеди Молимся Всевышнему И Что Бог Выполнил Все Запросы Твоего Сердца Для Твоего Добра Все Всем Здоровья Счастья И благополучия